Группный план И как на ваш взгляд, Павел, можно было бы усовершенствовать работу по приведению в порядок государственных и муниципальных объектов? Да, действительно, муниципальные здания, сооружения, они далеки от идеала, да, то есть их достаточно много лет, они... Такое советское наследие, да, в основном? Советское наследие, и мы все прекрасно поняли, что был период, когда вообще, в принципе, здания, сооружения не обслуживались, не ремонтировались, вот, и на сегодняшний день это вот все накопилось как снежный ком. И проблема достаточно острая. Те программы, которые, так скажем, запускает государство, федеральные проекты, они очень сильно помогают в этом плане, но все-таки этого недостаточно, да, потому что объем инвестиций, бюджета там нужно в разы больше тратить. Поэтому мы здесь, наша организация старается помогать всеми силами, мы участвуем как в обследовании этих зданий, сооружений, то есть мы выдаем картину реального состояния здания от фундаментов до кровли, и внутренней отделки инженерных сетей, и до проектирования непосредственно вот этого вот ремонта, капитального ремонта зданий. Ну, можно, я думаю, какие-то конкретные примеры привести в это? Очень много у нас примеров, как школы, так садики, так центрально-районные больницы, соответственно, их там ФАПы и так далее, да. То есть, ну, в связи с тем, что мы находимся в Хире, мы хотели бы такую программу предложить, что нужно обследовать все здания, сооружения, которые так или иначе принадлежат муниципалитетам, и дать картину, рейтинг состояния всех зданий. Можно это по министерствам разделить, министерство образования, министерство здравоохранения. То есть подведомственные, да? Да, то есть понять. По министерству образования, предположим, есть, ну, условно, сто зданий, из которых там первые места занимает самое плачевное здание, и их проблематика, что конкретно им нужно делать, и пошло уже по убывающей. Самое последнее, это, ну, соответственно, самое хорошее здание, да, если так это можно будет назвать. И уже из этого рейтинга составлять бюджетирование, которое будет целенаправленно решать проблемы, особенно в тех малых регионах, которые как раз вот страдают в первую очередь. Вот. И у министерства будет полная картина состояния всего их наследия, которое там есть. Вот. И уже от этого принимать решение, кто какие деньги в первую очередь получит. Потому что на сегодняшний день... И заявки составлять, соответственно, да? Конечно. Что именно хотим сделать? На сегодняшний день мы видим картину, что чем активнее директор школы, чем активнее заведующий садик, тем быстрее не получат денег, да, тем быстрее не заходят в программу. Но те вот отдаленные регионы, они не всегда хотят это делать, потому что есть такие предупреждения, что нам ничего не достанется, наши проблемы никто не решает, да кому мы нужны тут в этой отдаленном регионе и так далее, да? А кто-то из директоров попросту дорабатывает, там, последний один год, два года, да, ему не хотелось бы связываться с этой огромной проблемой. И второй момент. При обследовании этих зданий, сооружений будет понятна картина. Может быть, есть такие уже моменты аварийные, что этот садик или эту школу уже пора закрывать просто-напросто. Да, то есть не допустить вот этого аварийного обрушения, либо какой-то аварийной ситуации, там, предположим, стена выпала или еще что-то, да? То есть вот именно будет картина всего конструктива и что с этим дальше делать, рекомендации. Вот я считаю, что это будет очень большая работа, во-первых. Здесь нужно будет привлекать специалистов и много специалистов. И вот эту картину составить в течение года, это вполне реально все сделать. Вопрос же опять финансирования этих работ, да, встанет. Но я думаю, что те деньги, которые будут запрашиваться организациями по этому обследованию, они настолько велики, чтобы потом не пользоваться теми результатами работ, которые могут быть сделаны. А ваши специалисты, специалисты Кировской экспертно-строительной организации часто сталкиваются с такими объектами, которые действительно проще утилизировать, снести, построить на их месте новые. Прямо вы видите картину такую удручающую? Есть такие. Они постоянно нам попадаются, эти объекты. Ну, в основном это объекты либо уже возрастные, да, там 70 плюс и так далее. Которые много десятилетий уже, да. Да, и в основном это постройки деревянные. То есть это вот как раз в районах, где деревянные школы бывают, деревянные садики. То есть понятно, что там, ну что восстанавливать-то уже? Все, срок службы вышел, морально, физически уже невозможно ничего восстановить. И по современным нормам там просто уже не сделать ничего. Ни планировку, ни какие-то сети там и так далее. Поэтому действительно есть такие объекты, где проще их списать, как аварийные, либо не подлежащие эксплуатации. И уже выходить на какие-то программы по новому строительству. Либо реконструкции этого здания полного. Еще хотелось бы, Павел, задать вопрос по тем специалистам, которые трудятся в Кировской экспертно-строительной организации. Что это за люди, их квалификации? Может быть, вы нуждаетесь в притоке новых кадров, новых специалистов? Да, я больше скажу, что, наверное, ни для кого не секрет, что сейчас на рынке специалистов очень сильный кадровый голод. Наша компания тоже его испытывает. Очень серьезные проблемы в этом направлении. Мы ищем специалистов не только по Кировской области. Мы ищем, предлагаем работы из соседних регионов с затратом садика, переезда, даже готовы арендовать жилое помещение, чтобы можно было находиться. Или организовать удаленный доступ к нашим сервисам и работать удаленно. Но от удаленщиков нужна, в первую очередь, ответственность и дисциплина в этом плане. Поэтому мы всегда за, чтобы к нам приходили специалисты. Мы таких людей держим, мы с такими людьми, как говорится, покоряем все видимые и невидимые вершины. Но, к сожалению, подготовка кадров с институтов идет достаточно, так скажем... Далека до идеальной, наверное. Далека, это мягко сказано. То есть те молодые специалисты, которые выходят, они выходят теоретики пока. Пока теоретики. Соответственно, мы, как компания, вкладываемся в их обучение, вкладываемся в их опыт работы, обучаем. Конечно, это сказывается на нашем качестве работ. То есть все равно либо профессионал делает, либо новичок, студент какой-то делает. Тот, который еще набирается опытом. То есть это все сказывается, и любой промах, я не скрываю, что у нас они бывают, эти промахи, любой промах разбирается. Но в любом случае мы всегда свою работу доделаем до конца, и никого, как говорится, не бросаем на полпути. Но стараемся подыскивать кадры, которые уже будут выполнять свои обязанности в полном объеме со старта. В кадрах инженерных, если я не ошибаюсь, да? Вы в первую очередь нуждаетесь. Это инженер строительного контроля, это инженер-проектировщик первой категории, ведущий инженер, ГИБ. Это инженеры по обследованию зданий и сооружений. А инженеры по обследованию зданий и сооружений, это вообще отдельная история, потому что их не обучают, нет такой учебной программы инженер по обследованию зданий. И тут самое главное, опыт и желание научиться этому. То есть на основе базового образования проектировщик или инженер ПГС, мы уже выращиваем людей, инженер по обследованию зданий и сооружений. Ну, потому что обследование, это же такая индивидуальная процедура. Это индивидуальная процедура. У каждого объекта могут быть свои нюансы. Это, по сути, как следователь. Я аналогию всегда провожу. То есть ты должен настолько иметь пытливый ум дойти до причины образования этих дефектов, не просто их найти, а найти причину и потом найти рациональное решение, как это устранить. Как это исправить. Конечно. Поэтому мы, если есть люди, которые готовы работать, зарабатывать и воплощать свои идеи в сфере строительных услуг, консалтинга, мы готовы всегда с ним поговорить, поработать. И дальнейшее, я думаю, что сотрудничество вполне реально. Куда непосредственно стоит обращаться? Где располагается Кировская экспертно-строительная организация? Располагаемся мы в Московской 107-Б, второй этаж. Это наш офис. Приходите, угостим вкусным кофе, чай. Поговорим, обсудим. И дальше, возможно, будет коллаборация очень успешно. Телефон, сайт? Наш телефон 219-900, сайт kesocorp.ru. И всегда можете зайти в ВКонтакте, наша группа, где вся жизнь компании, в общем-то, каждый день освещается. И чем мы занимаемся, какие у нас мероприятия, какой у нас коллектив, это, в принципе, все видно. Спасибо, Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации.